Ну что, прекрасное начало дня, 24 апреля, и, соответственно, в России могут начать сжигать лишнюю нефть, да, то есть ссылку прикреплю, читайте сами, это не моя дурь, не мое чего-либо там, это реалии бытия, да, то есть вспоминайте об этом, когда вы заезжаете на заправку, когда во всем мире при снижении цены на нефть цены на бензин падают, но только не в России, и люди, именно это все выбрали вы в 18-м году, да, представляете, именно это все выбрали вы, когда вы выбирали Госдуму, да, именно это вы выбрали в том самом прошлом году, когда был единый день голосования, отсидевшись на нем, да, То есть, как бы, радуйтесь и наслаждайтесь тому, что выбрали лично вы своим поведением, своим ожиданием и так далее, да, то есть, а еще мне во всем этом очень интересно становится, с точки зрения доходности, да, то есть многие уже и в шутку, и всерьез называют наше население новой нефтью, да, Так вот, сейчас могут начать сжигать нефть, невосполнимый ресурс, да, так задайте себе вопрос, а когда это правительство, в таком вот, находясь в безумии, в котором она находится, начнет сжигать меня, тебя, ту самую новую нефть? Ну, или, возможно, это все утрируется, и, возможно, вы не помните, что было еще 10 лет назад, 20 лет назад, там, кто-то не помнит, как уничтожили Советский Союз и так далее, да, то есть, ну, думайте, короче, сможете ли вы отсидеться или нет, Ну, мы, как и прежде, за мирное и законное решение вопросов, благо, сейчас еще пока шанс остался, но вот останется ли он завтра, я не знаю, так что думайте А в это время, в режиме самоизоляции на народного ополчения происходит то, что происходит 24 апреля 2020 года Продолжение следует...